Автор белорусского журнала «Вожик», член Союза писателей Беларуси, журналист, сатирик. У Виктора Речица почетных званий много, а призвание, как считает сам автор, одно – творить, вдохновлять и вдохновляться. А помогает ему в этом вот уже более 50 лет юмор, душевная простота и великодушие. Байку я лечу на углу из сотреченных жанров, одним из важнейших жанров. И он сам по себе цікавый. Чем цікавый? По-перше, там есть сюжет получальный, есть афористичная концовка, такая выникает из всего сказанного. И сам твор, сам твор, и он вучит это самое, с оправды. И когда мне на угол сподобалась сатира, гумор, я не ближе мусить моему внутреннему складу. Молодому автору тяжко жить у сатиры и гумору, и он там задыхается. Он не может, не хватает. А вот треба иметь опыт, как это все побудовать, потому что хочешь, не хочешь, а байкописец, и он выступает в роли наставника. И он вучит чемуся людей. У нас в отделении 48 писателей на сегодня, и я бы сказала о наших писателях так. Это как букет цветов, где каждый цветочек оригинален, неповторим, со своим колоритом, со своим ароматом, со своей формой и содержанием. Виктор Трофимович у нас вообще особенный из особенных, потому что он юморист-сатирик. А это редкий жанр в наше время, довольно редкий, штучный, так сказать. И он работает в этом жанре уже более 50 лет. «Полцарство за улыбку» – именно так называется последняя книга автора, которая и дала название «Встреча». «Золотый тварь», «Свой метод», «Долей от гроху». В творческой копилке писателя не одна энциклопедия по сатире. Это стихи, юморески, байки, шутки, зарисовки. Предпочитая работать в басенном жанре, писатель признает его самым уместным. Ведь именно то, что заставляет нас смеяться, а посмеявшись задуматься, не перестает быть актуальным и популярным. Очень приятно прийти на презентацию книги белорусского автора, когда не очень много может быть хорошей литературы на белорусском языке для нас, для белорусов, для брещан. Поэтому очень приятно видеть заинтересованные лица разного возраста людей. Мне кажется, будет очень интересное мероприятие, посвященное Виктору Речицу, журналисту, сатирику, юмористу. Поэтому я со своими коллегами пригласила их тоже на эту встречу. И надеемся, что будет интересно. Нужно развивать кругозор и молодого поколения, и более старшего. И знакомить с творчеством наших белорусских поэтов, прозаиков, музыкантов. Басиный жанр – друг и помощник человека. Высмеивая пороки, он сподвигает людей признавать и избавляться от них. Так считают собравшиеся на творческом вечере любители родного языка, колоритного белорусского слова и живых диалогов. Внимательная и любознательная публика, казалось бы, ловила каждое слово главного виновника торжества. Не зря говорят, смех продлевает жизнь, а тонкий юмор – пищу для размышлений.